Приветствую всех зрителей канала правильный выбор. В этом видео я расскажу вам о лучших смартфонах стоимостью до 20 тысяч рублей, чьи технические характеристики и возможности выгодно отличают их от других смартфонов с аналогичной стоимостью. В данный топ я включил 8 моделей от разных производителей и сейчас расскажу вам об их особенностях и преимуществах. Также я оставлю в описании под этим роликом ссылки на различные сервисы, перейдя по которым вы сможете узнать актуальные цены на эти смартфоны. Ну и перед началом видео хочу напомнить вам, что на канале правильный выбор регулярно выходит много интересных обзоров и топов на различные устройства, поэтому рекомендую подписаться и нажать на колокольчик. Ну а теперь устраивайтесь поудобнее, не забывайте о лайках и комментариях, а я начинаю топ лучших смартфонов до 20 тысяч рублей, и поехали! Первый герой топа – Samsung Galaxy A32, версия на 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Он имеет массу достоинств, среди которых в первую очередь стоит отметить большой и яркий Super AMOLED-экран диагональю 6,4 дюйма с частотой обновления 90 Гц, который обеспечивает реалистичное отображение цветов и плавное отображение интерфейса. Сердцем этого смартфона является процессор MediaTek Helio G80, мощности которого вполне хватает для быстрой работы в режиме многозадачности. Смартфон отлично справляется с запуском требовательных приложений, а также позволяет комфортно играть в большинство популярных игр. Правда, стоит учесть, что они, все игры, запустятся на высоких настройках. Что касается фотосъемки, то для своего ценового сегмента снимает Galaxy A32 очень хорошо. Его основная камера с разрешением 64 Мп позволяет делать качественные снимки с высокой детализацией, а широкоугольный модуль, макрокамера и датчик глубины отлично справляются со своими обязанностями в различных сценариях съемки. Также стоит отметить в смартфоне 20-мегапиксельную фронталку, снимающую качественные селфи. Ну а что касается автономности, благодаря батарее емкости в 5000 мАч Galaxy A32 сможет работать без подзарядки целый день. Следующий герой нашего топа – Huawei P40 Lite. Он имеет 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, а также слот для карты microSD. Экран у него большой, его диагональ 6,4 дюйма. Используемая в нем IPS-матрица, обеспечивает хорошую цветопередачу и широкие углы обзора. Так что смотреть различный контент на таком экране будет комфортно. Сердцем Huawei P40 Lite является высокопроизводительный процессор Kirin 810. Смартфон работает быстро в любых сценариях использования, да и в требовательных играх не наблюдается подтормаживаний. Так что любителям игр такой смартфон понравится. В плане автономности Huawei P40 Lite тоже не разочарует. Батареи емкостью 4200 мАч хватит на целый день активного использования. Кроме того, смартфон поддерживает 40-ваттную зарядку, которая позволит восполнить до 70% заряда батареи всего за 30 минут. Что касается фотосъемки, то смартфон может похвастаться основной 48-мегапиксельной камерой с широкой диафрагмой, которая пропускает больше света. Днем качество фотографий на основную камеру высокое, а в темноте можно задействовать режим ночной съемки. А 16-мегапиксельная фронтальная камера этого смартфона умеет автоматически подсвечивать лицо, а также настраивать цвет, насыщенность и контрастность фона, что позволяет делать качественные селфи-снимки. В общем, отличный вариант в пределах 20000 рублей. Однако стоит учесть, что в нем нет сервисов Google. Впрочем, если вы ими не пользуетесь, то для вас это не будет недостатком. Продолжает топ Xiaomi Redmi Note 10, на борту которого 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. У этого смартфона хороший экран диагональю 6,4 дюйма с матрицей Super AMOLED, который обеспечивает отличную цветопередачу. Кроме того, экран имеет приличный запас яркости. Можно будет даже комфортно просматривать информацию на улице днем. Сердцем смартфона является Snapdragon 678. Рекордов производительности он не ставит, но быстрая работа интерфейса и приложений с ним будет обеспечена. А что касается популярных игр, то многие войдут на средних настройках без подтормаживаний. Основная камера у этого смартфона получила сенсор с разрешением 48 Мп, снимает Redmi Note 10 хорошо, не уступая по качеству дневных снимков многим смартфонам с аналогичной стоимостью. А в темное время суток можно будет задействовать ночной режим, который значительно повышает качество фоток. Из других особенностей смартфона стоит отметить отзывчивый сканер отпечатка пальца, поддержку быстрой зарядки и батареи емкостью 5000 мАч, которые обеспечат до двух дней автономной работы. Далее у нас идет смартфон Realme 7, у которого 128 ГБ встроенной памяти и аж 8 ГБ оперативы. Учитывая еще и то, что в нем установлен довольно мощный процессор MediaTek Hero G90 5, такого железа вполне хватает для быстрой работы интерфейса и приложений, без намеков на подтормаживание, а также запуск игр на высоких настройках. Помимо производительности, смартфон примечателен и долгой работой, которая ему обеспечивает аккумулятор емкостью 5000 мАч. Плюс есть поддержка 30-ваттной зарядки, которая позволит полностью восстановить заряд аккумулятора всего за час. Также Realme 7 может похвастаться большим экраном с увеличенной до 90 Гц, частотой обновления, хорошей цветопередачей и широкими углами обзора. В плане фотосъемки он тоже порадует многих пользователей. Для своей стоимости снимает смартфон очень хорошо. На его основную 48-мегапиксельную камеру получаются фотки хорошего качества как днем, так и в условиях недостаточного освещения. А его 16-мегапиксельная фронтальная камера при поддержке AI-бьютификации позволит делать красивые селфи-снимки, которые будет не стыдно опубликовать в Инстаграме и других соцсетях. В общем, это отличный смартфон в пределах 20 тысяч рублей, который сможет удовлетворить запросы большинства покупателей. А узнать точные цены на этот и другие смартфоны в различных интернет-магазинах, как я уже говорил, можно на сайтах, ссылки на которые указаны в описании. Xiaomi Redmi Note 9T выпускается в нескольких версиях, и в пределах 20 тысяч рублей можно будет приобрести такой смартфон на 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Redmi Note 9T может похвастаться большим IPS-экраном с хорошей цветопередачей и широкими углами обзора. А еще на экран наклеено заводское стекло для защиты от царапин. Также стоит отметить в этом смартфоне процессор Mediatek Dimensity 800U, который обеспечивает отличную производительность. При выполнении повседневных задач в большинстве игр на высоких настройках никаких подтормаживаний не наблюдается. Что касается качества съемки, то для своего ценового сегмента смартфон фотографирует хорошо. На основную 48-мегапиксельную камеру днем получаются качественные снимки с естественной цветопередачей, а вечером выручает ночной режим и проработанный алгоритм искусственного интеллекта. Фронтальная камера тут тоже неплохая, и на нее можно делать красивые селфи даже в условиях недостаточного освещения. С автономностью у Redmi Note 9T все хорошо. Батарея емкостью 5000 мАч обеспечивает долгое время работы без подключения к розетке, плюс есть поддержка быстрой зарядки, так что в исполнении заряда аккумулятора не займет много времени. Еще один хороший смартфон от Xiaomi в пределах 20 тысяч рублей – Poco X3 версии на 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Главной его особенностью является экран, частота обновления которого 120 Гц, что редко встретишь в данном ценовом сегменте. Помимо повышенной частоты, обеспечивающей плавное отображение анимации интерфейса, экран еще может похвастаться хорошей светопередачей и широкими углами обзора. Работает Poco X3 быстро, не подтупливая при одновременном запуске большого количества приложений и в требовательных играх. Хорошую производительность смартфону обеспечивают 6 ГБ оперативной памяти и процессор Snapdragon 732G. Что касается фотографий, то на основную 64-мегапиксельную камеру смартфона и на 20-мегапиксельную фронталку получаются яркие детализированные снимки высокого качества. А долгое время работы смартфону обеспечивает аккумулятор емкостью 5 160 мАч, которого хватит на пару дней при использовании устройства в сбалансированном режиме. А еще Poco X3 поддерживает быструю зарядку, которая быстро восстанавливает заряд аккумулятора примерно за час. Продолжает наш топ Realme 6 Pro, у которого 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. У этого смартфона большой экран диагональю 6,6 дюйма с хорошей цветопередачей и широкими углами обзора. Да еще и частотой обновления 90 Гц. В левом верхнем углу экрана расположена двойная фронтальная камера, дополненная широкоугольным модулем, которая позволит делать качественные селфи-снимки даже в большой компании. На тыльной стороне смартфона располагается блок с главным модулем на 64 Мп, который позволяет делать качественные фотки даже в условиях недостаточного освещения. Также имеется хороший сверхширокоугольный модуль макрокамеры и телеобъектив, обеспечивающий качественный зум. В общем, любителям фотографировать Realme 6 Pro точно понравится. В плане производительности он тоже не разочарует. Установленный в нем процессор Snapdragon 720G и 8 ГБ оперативки отлично справляются с любыми задачами. А в плане автономности смартфон порадует долгой работой даже при активном использовании благодаря батарее емкостью 4300 мАч. Из других особенностей Realme 6 Pro стоит отметить видеосъемку со стабилизацией, быстрый сканер отпечатка пальца и поддержку 30-ваттной зарядки, которая позволит зарядить батарею смартфона с 0 до 100% всего за час. Завершает наш ТОП Samsung Galaxy M31, который имеет 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Его главным достоинством является аккумулятор емкостью 6000 мАч, так что этот смартфон сможет обходиться без подзарядки пару дней даже при активном использовании. Хорошая автономность – не единственное достоинство Galaxy M31. Смартфон также может похвастаться экраном с матрицей Super AMOLED диагональю 6,4 дюйма с отличной цветопередачей и широкими углами обзора. За производительность аппарата отвечает процессор Exynos 9611, который в сочетании с 6 ГБ оперативной памяти обеспечивает быструю работу интерфейса и приложений. Да и во многие игры на таком смартфоне можно будет комфортно играть на средних и высоких настройках. Ну а что касается фото возможностей Galaxy M31, то он получил основную камеру с разрешением 64 Мп и фронтальную камеру на 32 Мп. Они обеспечивают высокую четкость и хорошее качество снимков даже в условиях недостаточного освещения, где им на помощь приходит ночной режим, а также позволяют записывать видео в разрешении 4К. В общем отличный вариант в пределах 20 тысяч рублей и по автономности, и по камерам, и по другим параметрам. Напоминаю, что уточнить цену на все смартфоны, попавшие в этот топ, можно на специализированных сайтах, ссылки на которые указаны в описании. На этом у меня все, жмите палец вверх, если вам понравился ролик, пишите в комментариях, какой из этих смартфонов вы бы купили себе, а также подписывайтесь и жмите на колокольчик. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч на канале правильный выбор!